4 января Лувр представил новое архитектурное строение, в котором разместится отдел исламского искусства. До этого времени для исламских художественных работ здесь была выделена лишь небольшая секция. Теперь же будет отдельный павильон. На его возведение ушло шесть лет. Сооружение имеет изогнутую стеклянную крышу, выполненную в виде шёлкового исламского платка. Благодаря специальной конструкции галереи будут купаться в естественном свете, и в то же время произведения искусства будут защищены от прямых солнечных лучей. По словам сотрудников музея, возведение нового павильона стало самым крупным строительным проектом в Лувре за последние 20 лет. Предыдущим была знаменитая стеклянная пирамида. Хотя в Лувре хранится не самая крупная в мире коллекция исламского искусства, но многие утверждают, что при этом она одна из самых изысканных. Сотрудники объясняют, почему в названии новой галереи слово «Ислам» пишется с большой буквы «И». «Мы говорим об искусстве ислама с большой буквы. В эти трудные времена, которые мы сейчас переживаем, музей хочет сохранить это слово, вложив в его значение то, что оно и так уже имеет, его величие, его престиж, его важность для всемирной истории». Самым крупным спонсором строительства стала Саудовская Аравия. Она пожертвовала на возведение павильона исламского искусства 17 миллионов евро. Среди других государств, внёсших свой вклад в этот проект – Марокко, Кувейт, Оман и Азербайджан. Общая сумма финансовой помощи составила 98 миллионов евро. Однако, чтобы полностью завершить работу над проектом, Лувру нужно ещё 10 миллионов. Павильон площадью 2800 квадратных метров планируют открыть для посетителей этим летом.